С каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майденой с вами, всем привет. У нас реакция на очень новое видео, на очень актуальную тему. Это Undertale с канала Даби Крабик. Очень любит Даби Крабика. Называется, что случилось с Альфи с нейтральных концовках. Как хорошо, что я недавно прошел игру, все помню. Погнали, ребята. Это русский дубля с канала Tunky Box. Да! Ну, Альфис прикольный персонаж. Ну, такой немножко двуличный, конечно. Куда деваться? Куда деваться? Блин, ты там создал робота, чтобы подыгрывал. Аму-то она очень сильно надоела тем, что постоянно писала игроку. Но мне это показалось смешным, потому что я знаю людей, которые делают точно так же. Я не ожидал, что вторая часть игры будет уловкой от нее. Я был немного сбит с толку на моем первом нейтральном прохождении. Тем не менее, я еще больше заинтересовался в ней как в персонажа. Когда ты находишь ее секретную лабораторию в мирном прохождении, ты начинаешь еще больше понимать персонажа и сколько она в себе несет. С этого момента мое представление о ней поменялось. Но чувство грусти так и не ушло. Но чем дальше мы проходим в игре, тем мы больше узнаем разные повороты, которые принимают история. Убил. Ужас все. Не, ну это ужасно. Геноцид проходить. Отвратительно. Никогда не буду его проходить. Ужас. И мы понимаем, как близко Альфис была к краю. Какая поскольку Undertale недавно вышла, конечно, ждите стримы по Undertale, ребята. Скоро выйдет русификатор, 100% пройдем. Она является самым уверенным или эмоционально сильным персонажем. Но из-за этого я всегда думал, что она самая настоящая. Она воюет сама с собой. Это видно при дальнейшем прохождении игры. И это очень грустно. Несколько раз на протяжении всей игры ты понимаешь, что Альфис очень нервная. Она не хочет, чтобы ее видели в плохом свете. И поэтому она скрывает это. По ее мнению, быть не до конца честным дает меньше психологической нагрузки, чем рассматривать и решать свои неудачи. В реальной жизни с этим сталкивается много людей. Истинная концовка – прекрасный показатель того, что что-то хорошее лежит прямо за границами этих проблем. К несчастью, в Undertale много разных концовок. И в некоторых непонятно, какой выбор сделала Альфис. Ой, там еще же много нейтральных концовок, как я знаю. Там их очень много. То есть, там же не совсем концовки, скорее как конечные диалоги они отличаются. Как и в моем видео о Фриск, есть несколько интерпретаций и путей, которые могут случиться. Нейтральные концовки – самый лучший источник загадок, потому что они до конца не ясны в том, что произошло. Концовка Метатона рассказывает о самом длинном событии. Он рассказывает, как пошел навестить Альфис, но так нигде ее не нашел. Он упоминает, что сделал ее статую, и говорит, что зря был с ней так груб. Другие концовки тоже повествуют о ее исчезновении. Но у нас все так же нету понятных ответов, ибо нам не дают никаких ключевых слов. Так что же с ней случилось? Она убежала? Прячется? Или... Покинула нас? Когда мы первый раз в анимандайн, мы узнаем, что последний раз ее видели на свалке, глядящей в пустоту. Основываясь на том, что она потратила на это место очень много времени на технологическую часть, чтобы встретиться с Андайн, мы можем сказать, что это место для нее очень важно. Я думаю, что эта пустота тоже для нее важна, основываясь на всех ее теориях насчет того, куда она ведет. Как ученый, Альфис жаждет неизвестности. Но тогда почему она не отправила одного из своих метатонов на разведку? Или использовала функцию джетпака на телефоне? Я понимаю ее частые посещения, так как сам очарован всякими водостоками и пещерами в общем. Но музыка Сандертейла какая она красивая вообще. Невероятная. Клабыть и другая причина, по которой она посещала эту пещеру, не очень-то счастливая. Она хотела покончить со своей жизнью. Мне кажется, что Альфис жила с мыслью о том, что она неудачница, неудачница, в то время как никто не считал ее таковой. Многие думали, что... Там много на самом деле таких людей, которые думают, что у них плохая самооценка, считают, что они там плохие, неудачники, у них ничего не будет никогда получаться, и думают, что все округ думают так же, что она неудачница или он неудачник. Хотя объективно это неправда. Многие хорошо таким людям относятся и поддерживают этого человека. Убеждение людей это сложная тема, очень сложная. То Альфис решил воспользоваться этим обрывом, когда никто из ее близких не был рядом. Тем не менее, некоторые говорят, что такое вряд ли могло произойти. У Альфис были проблемы с общением, с людьми в реальной жизни, но в сети она могла обрести покой на время. Но есть вариант, что она решила уйти в другую часть подземелья и начать все заново. Уйдя в другое место, она могла избавиться от той ноши, которую несла все время. Я уверен, что подземелья намного больше, чем мы видели в игре, так что я не могу учитывать эту возможность. Но начать все заново с чистого листа... Я думаю, нет, знаете почему? Это не корридируется с тем, что можно убить всех персонажей, так как бы их будет считаться, что их вообще уже в подземелье нет. Да, очень сложно. Так что я не очень уверен в этом. Ломаю все, извините. Нет, там же не то, что торговцы расстаются и так далее. Да извините, неправ, неправ. Но тогда Метатон бы ее нашел. Это было бы первым местом, куда бы он пошел проверять. В общем, есть несколько возможных ситуаций. Либо Альфис где-то прячется, либо ушла в другую часть подземелья, или, к сожалению, решила покончить с жизнью. Я все еще не до конца уверен, что все-таки это произошло. Но мне хотелось бы узнать, что вы об этом думаете. Напишите в комментариях. Перед тем, как закончить видео, хочу добавить, что... Хорошо, что на пацифисте все хорошо. В реальной жизни очень много людей, разделяющих ношу Альфис. От депрессии до социальной болезни. Иногда в жизни нам попадаются сложные препятствия, которые трудно преодолеть. Мы пытаемся скрыть то, что кажется людям странным, хотя мы просто хотим поделиться ими с миром и не быть осужденными. Некоторые из нас точно так же, как Альфис. И важно знать, что в каких бы трудностях ты бы не находился, это не конец. Жизнь может быть сложной, но в конце туннеля всегда есть свет. Даже у Альфиса все... Жизнь часто бывает сложной, ребята. Ну, действительно, не стоит отчаиваться. Боритесь за свою жизнь, потому что единственное, что у нас есть, за нее стоит побороться. Именно за свою жизнь. И, наверное... За что бы еще я боролся? За свою жизнь, за своих родных, самых близких. Все. Наверное, ну, за свои какие-то, может быть, за свои увлечения. Ну, ценовое. Это, мне кажется, уже второстепенно. За свою жизнь, за своих близких. Это вот самое важное, что есть в моей жизни. Как бы это стало не звучало. Встала на свои места в конце истинной концовки. Ну, вот так же надо, ребята. Я думаю, что в нашей жизни так же. Любите себя. Любите себя. Это важно. Если что-то не так, то не закрывай это в себе. Поговори с кем-нибудь. Не забывай, что ты очень важен. Даже если ты иногда так не считаешь. Мы часто думаем о себе хуже, чем о нас думают другие. Так что, пожалуйста, подумай над этим. И спасибо за то, что выслушали. И спасибо за то, что влились в нашу бурную спекуляцию насчет Undertale. Если вы хотите... И да, ребята, не забывайте, что с каждой подпиской на канал мир становится добрее. Поэтому подписывайтесь. Я вас очень прошу. Люблю вас всех. Целую. Спасибо, что посмотрели мое видео про Undertale. Мою реакцию. Буду ждать вас еще на своем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok